Всем привет, с вами канал Трилобит Видео, наша постоянная рубрика Стальные Титаны. И сегодня мы с вами окунемся в мир настоящих киборгов. Да-да, вы не ослышались. Сегодня мы с вами попробуем разобраться вообще в терминологии и классификации кибернетических организмов. Почему? Ну потому что уже в медицине вообще киборг это считается биологический организм, который содержит механические или электронные компоненты. То есть это машинно-человеческий гибрид. Ну кстати, в научной фантастике, гипотетике и в похожих направлениях этот термин давно уже устоялся. И даже вот были какие-то попытки его развить, классифицировать и как-то вот продвинуть некую систематику в этом направлении. Давайте посмотрим с чего вообще началось. Да, вот вообще откуда возникло само слово киборг. Концепция человека-машины присутствовала как образ мифологии и творчества во все времена. Но начиная с искусственного гиганта Талоса из греческих мифов и заканчивая железным гансом из одноименной сказки «Братьев Гримм». В англоязычной литературе основоположником научного представления человека с механическими компонентами считается Эдгар Алан По. Вот, да-да, тот самый Эдгар Алан По, автор, в общем-то, много таких интересных произведений. В общем-то, он тоже такой основатель нескольких жанров. А у него был рассказ «Человек, которого изрубили в куски». Это 1843 год. Там он описал пожилого офицера, получившего тяжелейшие ранения и увечья во время войны с индейцами. И вследствие чего практически целиком, кроме тела одной руки и головы, этот бедняга состоял из сплошных протезов. В некотором смысле андроидом можно назвать градоначальника Брудастова из истории одного города. У Салтыкова Щедрина была такая интересная работа. Это года 1869-1870. Кстати, андроид – это робот-гуманоид, или синтетический организм, целиком, между прочим, синтетический, в отличие от киборга. Он предназначен для того, чтобы выглядеть и действовать наподобие человека. Такой робот может оснащаться органами биологического происхождения, либо другими не уступающими по функциональности. То есть у андроид это получается наоборот, да, некий такой робот-гуманоид, в котором вот могут быть какие-то органические компоненты. Киборг наоборот, всякие-то органика является доминирующей составляющей, но у него какие-то вкрапления от машины. По французской литературе и популярностью пользовалась серия романов Жана де Лахира о нектом таком нектолопе. Это, кстати, также рассматривается как первый литературный супергерой, то есть где-то начало 1900-х годов прошлого столетия. Кстати, вплоть до 1944-х годов была популярность вот этих романов о литературном персонаже. Но и сам термин киборг был впервые введен Манфердом Клайсом и Натаном Клином в 1960 году в связи с их концепцией расширения возможностей человека для выживания вне Земли. И эта концепция являлась результатом размышлений на тему необходимости более близких, скажем так, взаимоотношений, взаимодействий между человеком и набиравшим тогда популярностью направлением компьютеризации, то есть машиной. И все это должно было происходить по мере того, как космические исследования становятся реальностью. То есть вообще термин киборга, получается, он возник на стремлении проинтегрироваться с компьютером, с машиной и, естественно, усилить способность человека выжить в условиях дальнего космоса, то есть преодолеть тягу к межпланетным полетам. Итак, вот разработчики медицинского оборудования и устройств, электронной обработки информации, в том числе Клайнт являлся ведущим ученым лаборатории динамического моделирования в госпитале Рокланд Нью-Йорке. Вот как раз такие люди и ввели впервые термин киборг. Но теперь посмотрим, как вообще это популяризовалось в поп-культуре. Естественно, самый главный такой стартап, конечно же, это 1987 год, это фильм о киборге-полицейском Робокоп, ну и его продолжение. Дальше был 1996 год, это книга Риба Фанк, Пола де Филиппа. Там проводится идея, что альтернативы киборгам в будущем могут составить трансгены. Это генетически модифицированные люди, да, ну и у Брюса Стерлинга в качестве альтернативных таких роботов фигурируют амары. Также есть понятие механисты и трансгенами, шейперы еще так называют, между которыми идут войны. Давайте посмотрим, как вообще это может все быть реализовано на практике. Возрастание зависимости человека от механизмов, а также замена органов механическими приспособлениями, протезами, имплантантами. Сейчас, кстати, это вовсю очень так идет и популяризуется за счет 3D печати. Есть даже на YouTube много обзоров по приготовлению таких супер легких и многофункциональных протезов, для людей, у которых не хватает каких-то частей тела, в плане пальцев, кистей, рук, ног и так далее. И вот все это создает предпосылки для постепенного превращения человека в нечто более близкое к такому соединению человека с машиной. Естественно, в технике человек проецирует себя как доминирующий такую составляющую, поэтому совместные валюты человека и техники киборга это процесс вполне объективный. Ну и в общем-то более-менее такой реальный. Вообще термин киборг фигурирует в феминистских концепциях Донны Харуэй. Причем там это воспринимается как некая начальная метафора для исследования путей избавления от каких-то таких культурных противостояний. И это скорее такая демонстрация того, что разделять противостоящие аспекты существования становится все более трудновыполнимым. В общем-то это также известно как некая такая теория киборга в социальных словах. Дальше был такой товарищ как Джеймс Литтен. Собственно говоря, ему принадлежит авторство термина киборгизация. То есть он описал процесс превращения человека в такого вот живого робота. В фантастическом романе Мартина Кайдена 1972 года описывается история человека. Романский назывался киборг, у которого были повреждены внутренние органы и они у него заменялись механическими приборами. Позже по этому роману был поставлен телевизионный сериал. В рассказе Айзека Азимова 200-летний человек, который многие из вас читали и смотрели естественно экранизацию этого шедевра. Там вообще изучаются концепции кибернетики. Центральный персонаж работы это робот, который модифицирует себя с помощью биологических компонентов. И его работы ведут прорывы в медицине в области искусственных органов и протезов. Ну и там конечно же робот хочет быть не металлической такой машиной, а он хочет стать человеком. И конечно же в конце фильма он эти различия стирает и вот показывает, что да, возможно, близко к идеалу. Кстати, когда человек и машина могут друг друга дополнять и в общем-то уживаться в одном теле. Однако все же существует мнение, что полная киборгизация человека невозможна. В частности, вот некий ученый Гринин был убежден, что поскольку функционирование мозга во многом связано с работой органов чувств и контролем биологического тела, то соответственно его полноценная работа имеет исключительно биологическую основу. И эта связь всегда будет и должна преобладать. Собственно поэтому целиком заменить все на искусственные составляющие не получится. Теперь посмотрим, что вообще у нас сейчас применяется на практике. Последние годы набрали популярность коклеарные имплантанты. Это в общем-то приборы, которые позволяют компенсировать потерю слуха. Сейчас проводятся также эксперименты с применением стволовых слуховых имплантантов, которые в общем-то могут восстановить слух некоторым пациентам с глухой невральной этиологией. Специалисты из Института реабилитации инвалидов в Чикаго смогли успешно имплантировать биологическую руку женщине по имени Клодия Митчелл, которая потеряла конечность дорожной аварии. И в общем-то подобные манипуляторы были успешно имплантированы еще пятерым пациентам. Также сегодня система C-LEG используется для замены ампутированных человеческих ног. И значительный эффект в этом деле оказывает использование сенсоров в искусственных ногах. Вообще считается, что это один из первых шагов к киборгизации. В 2008 году немецкие ученые-офтальмологи впервые имплантировали человеку глазной электронный протез, полностью помещающийся внутри глаза, и добились частичного восстановления зрения. Причем ранее все экспериментальные имплантаты, частично восстанавливающие зрительную функцию человека, имели массивные внешние элементы. Здесь все очень удалось миниатюризировать и компактно разместить в нужном объеме. В 2009 год агентство по перспективным оборонам научно-исследовательским разработкам США представило радиоуправляемых жуков, нервные узлы которых были вживлены электроды. Средняя продолжительность управляемого полета составляла 45 секунд. И в общем-то один из экземпляров, такой рекордсмен, смог управляться до получаса. Весной 2011 года хирурги провели уникальную операцию. Они смогли заменить искусственным сердцем нового типа полностью настоящий живой орган. В 2013 году биохакер Тим Кэнон с помощью своего друга ввел чип непосредственно под кожу. Чип мог записывать данные из тела Кэна и передавать их на любое мобильное устройство. То есть такой вот шаг к мониторингу здоровья непосредственно изнутри организма. Ну и давайте посмотрим теперь вообще, что нас может ждать в плане вариаций киборгов и киборгизации. У нас уже прозвучало такое слово, как омар. Да, вы не ослышались. Это действительно такой термин есть. Причем на английском он также звучит лобстер. Созвучен он с морским щелистоногим. Причем термин омар в мире киборгов был введен Брюсом Стерлингом. Обозначал он человек-робота, созданного путем интеграции человека с автономным скафандром, который невозможно снять. И если классический киборг мог внешне походить на человека, а внутри им не быть, то омар наоборот. Может быть человеком изнутри при внешних отличиях. Кстати, примером такого киборга может служить Дарт Вейдер из Звездных войн. А у Брюса Стерлинга данная модификация представлена в рассказе «Царица Циккат». Кстати говоря, термин омары, он в общем-то есть и в компьютерной игре «Dius X Invisible War». Там эта фракция представлена как киборги, которых модифицировали русские ученые с помощью объединения своих нервных систем в единое сознание. Ну а для тех, кто действительно такой фанат научной фантастики и фантастических романов, есть такие термины как «киберлюди» — это раса людей-киборгов и вселенный доктор Кто. Давайте теперь посмотрим, какие еще типы киборгов могут нам встречаться в мире научной фантастики. Итак, смотрим. Киберлюди. Сайбермен. Это раса людей-киборгов и вселенный доктор Кто. Это люди, которые полностью удалили все биологические части, кроме мозга, и они лишены эмоций. Далеки. Раса мутантов и вселенный доктор Кто. Они способны жить только в роботизированной оболочке. Многие внутренние органы также заменены механикой. Кимек. Саймек еще. Английский называется Саймех. Это вселенная «Батлеранский джихад». Ну, это некий такой приквел к шедевру Франка Герберта, к Дюне. Строгие, знаменитая раса людей-киборгов и вселенной «Квейк». Вообще, интересная такая раса, поскольку она выделяется в силу своей такой специфики внутреннего устройства, скажем так, «Борг». Цивилизация киборгов и вселенной «Звездный путь». Ну, здесь, да, с этим, конечно, поспорить сложно. Синтеты, полуорганические, полумеханические существа и знаменитый «Халф-Лайф 2». Текунин. Клан киборгов из серии «Мортал Комбат». Прото-солдаты. Уникальный тип киборгов. Уникальность состоит в том, что это искусственно выращенные люди. Законные в механическую броню. Появляется во вселенной «Вулфенштейн». Причем, скажем так, с новых ремейков. Начиная с «Ретерн to Castle Wolfenstein». И окончательный вариант – это «Убер-солдат». То есть, это такой же индивид, который может применять по очереди три оружия. Ну, которые, в общем-то, могут также быть между собой модифицированы. Во вселенной «Фоллаут» присутствует несколько видов киборгов. Кто помнит, «Вархаммер» 40 тысяч. Конечно же, техно-жречество Марса. А «Адептус Механикус» целиком представлено кибортическими организмами. Вселенная «Старкрафт» – драгуны. Бессмертные и аннигиляторы у протасов. Во вселенной «Звездных войн» присутствует огромное количество разнообразных механизмов и механизмов. Например, тот же Дарт Вейдер, тот же генерал Гривус. Причем, как мы уже поняли, каждый из них может также представлять собой некий такой вот подтип кибортических организмов. Ну, вот это такая обобщенная сводка по миру киборгов, по механизму киборгизации. Если кому интересно, можете зайти на общедоступный портал Википедия и посмотреть уже с точными ссылками, цитатами из произведений, с отсылкой к каким-то более подробным первоисточникам, с отсылкой к более таким каким-то подробным материалам. Единственное, что хочется отметить, это, конечно же, вот работу Столяровой, когда она рассказывает об идентичности киборгов. Обзор материалов конференции «Cyborg Identities» — это 99-й год, октябрь, 21-22 число. Вот, да, вот даже, кстати говоря, это было обубликовано в социальных и гуманитарных науках. Вот была целая работа такая интересная, посвящена данной проблеме. Так что, кому еще будет интересно, есть также мир киборгов у животных. Это собаки-киборги, киборги-кошки. На них также можно найти отдельные ссылки, но это уже чисто по такой фантастической литературе. К миру фантастики ближе подобные обзоры из мира роботов. Мы сейчас их касаться не будем. Ну и, конечно, если что, то можно много чего найти в области киберпанка, биологической кибернетики и антропоморфной футурологии. Так что мы с вами немножко так вот рассмотрели вопросы киборгизации, как это может происходить, какие есть градации в мире киборгов, и вообще откуда это пришло. На этом пока все. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте оценки. Всем привет, до новых встреч, пока!